Ну и небольшая революция из книжечки «Фарш». В чём я сказал, что там хорошие люди окружают меня в этом диске. Стравинский вагнер. Букстохода жаль, нет, но ничего. И Евгений Николаевич Быков, тоже дерзновенной пятой, поправший это композиторское сословие и занявший своё определенное, безусловно, место. Нечем. Ну я стих тогда сейчас врежу. Да, он написал удивительную финскую народную музыку на стих, который называется «Эпос». «Легенда о Маришке». Нет, не знаю, «Эпос». «Сегодня мне прощаются все мои грехи, клал я свою музыку на твои стихи». Много лет я слышал дерзкий ответ юного гитариста, начинающего. И не могу ответить. Если будут какие-то мысли, потом за автографом приходите, мы тут два дня будем сидеть ждать. Может быть, ответ какой-то есть. Я начинал писать неоднократно, но всё получалось не так. Он врезал, так врезал. Ну давайте. Чувствуете, пахнуло серединной частью Южной Финляндии сразу. В маленьком уездном городишке, нет, не в городишке, в деревушке. Девушка жила красиво слишком, так о ней с удачной подружки. А она, тряхнув короткой стрижкой, бегала с ватагой у мальчишек. И вихрам, открыв свои подмышки, нарастала из своих платьишек. Девушку прозвали Карискюля, что по-фински значило «Маришка». И в ее родимом Южной Финляндии все ее любили, даже слишком. Старый Тойва Антикайвин младший, под Карельской, сидя под березой, Говорил, что нет моришки краше, утирая трубкой свои слезы. Сын его, Лоренцом из Пьячинца, далеко хотел рыбачить в море. Вместе с ним рыбачили и немцы, и Тльгым, и Однорукий горя. Волны в море выли и гудели, и Тльгым с Лоренцом пели оду. Однорукий тоже был в пределе, черпаком вычорбывая вологу. Как-то раз, метнувши на удачу, свой гарпун в районе Чеченицы Услыхал Лоренцу крик гагачий и увидел раненую птицу, Как обила бельями под ветер, но гарпун вонзился в тело слишком И вскрычал Лоренцу «Донор-Вентор, ты моя агентка, я твой сбышку, Но махитопа моя унгина!» Так, а все слабело и слабело, и упав на плечи Тльгына От рыданий сотрясалось тело. Либерийский танкер Маршал Кромов Шел из портов прессы до Карла Хурст И уже почти подплывши к дому, люди увидали белый остров Да, друзья мои, печальной песней На волне покачивалась гага Ворон смерти вился в поднебесье И гарпун торчал, как древко флаг Машинист лебедки Трончка Вилли поднял гагу нежно, как Ставриду Доктор Автандилхин Калишвили обработал рану стриптоцидом Капитан, обветренный, как скалы, Петр Михайлович Зайцев Крякнул тихо и сказал, кряк, немало ей досталось Пусть живет, забыв про зло и лихо И, о чудо, после промедола Гага как-то странно так встрепенулась И, как будто не было укола, девушкой прекрасной обернулась Так вернулась к жизни Каэскюля Возвратилась до тепла и ласки Кто-то черствий скажет Ну и что же, этому легенды, мифы, сказки нет, друзья В Камчатском пароходстве танкер-маршал Громов пожает И его с началом судоходства сотни камчедалов провожает А команда до души не чает В озорной буфетчице Мариишки все ее леют, облажают А Хинкалишвили даже слишком А Лоренцо почернел от горя Многократно проклялся на свете Запасной карпунчик закинул в море И теперь работает в газете Пишет репортажи и заметки И кричит I love you, my little climate Ну лишь ветер Стряхует светки Пух какачи Слов на снег Печальный Спасибо Ки-то Аплодисменты Спасибо